Итак, пошла я прогуляться по городу, насколько это возможно. Посмотрите, что творится. Дерево упало прямиком на новенькую машину Тойоту. Повредили ее. Ужас. Распилили все, конечно, но... О как! Кошмар просто, что творится у нас в городе. Слегка нас прошло, но все равно... Да, дождь идет, но у нас вроде как ливневки справляются, идет хорошо. Все, нет таких луж огромных, как, допустим, в Елгаве. Она по соседству с нами Елгава, 20 километров всего лишь. И вот, посмотрите, деревьев повалено много. Сейчас только посмотрим первую часть. Это вот непосредственно у нас стация с улицы, стация с 34, частный дом. И здесь вот упало дерево прям на машину. Я так понимаю, что машина, хлам будет разбитый, раз она накрытая уже. Следующее дерево просто накренилось, но пока что не упало. Но я так понимаю, что надо просто держаться всего от этого подальше сейчас, потому что, думаю, что оно тоже, да, его тоже с корнем вывернуло. Но оно пока удержалось, оно в следующем пойдет. Здесь у нас такая аллейка из березок. Березки вроде как все устояли. Одна вот там что-то... Ой, мамочки, подозрительное такое деревце. Такое накрюченное, да, веток много наломало. Но здесь вроде все на месте. Единственное, что вот это вот дерево у меня смущает. Ураган продолжает пульствовать. Обещали, что год в год после 10 утра он перестанет уже такой сильный. А тут, мне кажется, еще сильнее начался этот ураган. Возможности просили всех оставаться дома. Ну, если есть возможность, конечно, останешься дома. Но у меня нет возможности, мне нужно было срочно пойти. Поэтому вот здесь, слава богу, так выглядит, что все тихо, спокойно. У нас есть еще межопарк. Ну, в межопарке и там вообще творится самое страшное. Там одни деревья, и все эти деревья, я думаю, будут повалены. Вот как выглядит наш маленький городок после урагана, бури, как он правильно считается, Кирсти. И здесь у нас дерево упало, вон как разломало его. Вот это огромное дерево упало, слава богу, на эту сторону дома. Впоследствии это еще не все, я думаю. Будет еще и продолжение всего этого.